Портреты артистов не на холсте, а на бумаге и в графическом исполнении. Перед официальным стартом года театра в фойе Академического театра открылась персональная выставка Александра Козлова. Когда я беру карандаш в руки, когда сажусь рисовать, я успокаиваюсь, я становлюсь наиболее сосредоточен, нежели где-то там на улице еще. И может действительно мне удается это как-то естественно передать, саму суть человека без вот этой мишуры. Сегодня в регионе для зрителей открыты двери четырех театров и у каждого учреждения на предстоящий профессиональный год яркие планы. Как всегда ожидает музыкальная постановка, еще мы собираемся с русской классикой иметь дело. Поэтому по мере силы возможностей разнообразие репертуарам. Кроме новых постановок Орловский Академический театр в следующем году планирует возродить фестиваль «Русская классика». В этом году нас ждут большие сюрпризы. Во-первых, это будет пять новых, хороших, интересных спектаклей. Во-вторых, это будет театральный концерт, подарок женщинам 8 марта. Мы надеемся возродить фестиваль «Русская классика» и привезти сюда интересные театры не только из России, но и из-за рубежа. Следующий год для двух Орловских театров – особенный юбилейный русскому стилю 25. Труппа в Новый год входит с хорошим настроением и несекаемым желанием работать. «Русский стиль в этом году будет сосредотачиваться для резкого, сильного броска, чтобы этот год мы накопили сил, накопили смысла, накопили энергии, накопили любви. И дальше этой любви хватило нам до следующего года театра». Театру «Кукол» 75. Для своих зрителей он готовит также немало премьер. Например, новую постановку «Слоненок» уже можно будет увидеть в это воскресенье. И вот, занавес поднят и первыми, кто вышел на сцену, артисты Академического театра. В своей сценической зарисовке труппа поведала о работе тех, кто остается в тени за сценой. Построить дом из карт, немного надо сил. Рассыпятся от ветра его стены. Наш замысел тогда становится живым. Когда вы сами верите в его подмену. Как отметил глава региона, в 2019 году область планирует получить около 14 миллионов рублей в качестве дополнительных субсидий из федерального бюджета на техническое оснащение областных учреждений культуры, гастрольные мероприятия и подготовку новых постановок. Я уверен, что не каждый регион, не каждая столица региона может похвастаться таким большим, таким количеством театров, которые есть у нас. Я от души желаю всем коллективам Орловских театров не только сохранить, но и приумножить любовь зрителей, найти новых поклонников своего творчества и на Малой Родине, и в других регионах России. Крепкого вам здоровья, новых творческих успехов и ярких достижений. Ну и, дорогие друзья, позвольте мне сказать, чего все так ждут. Побъявляю год театра России в Орловской области открытым. Я люблю театр. Я хочу пожелать, чтобы год театра, который предстоящий в 2019 год театра, все-таки театром было бы полегче. Мы все для этого сделаем. Необходимо театрам помогать. Государство должно подставить плечо. Участниками праздничной программы «Мистерия театра» также стали артисты свободного пространства, театра кукол и русского стиля.